Субтитры делал DimaTorzok Ну а в целом, в принципе, развитие нормальное Нужно будет поскорее починить тут все вот эти вот ресурсы Все вот эти вот тайлы, которые мне, конечно же, эти разграбили злые варвары Ну, с этим разберемся Так, юнит промоушен, а, отлично Лучник будет лечиться Карго шип, я думаю, что теперь я достаточно безопасно Я надеюсь, я надеюсь на это Могу отправить корабль в... Да, филы в Египет И это мне даст бонус по науке Это мне даст, естественно, деньги Так что это все очень здорово и правильно Так, этот ресурс обработан Да, отлично И мне нужно, наверное, ставить фермы Да, фермы для этого города очень важны, потому что иначе очень плохой рост Вау Да, тут, конечно, все... Какие-то эти варвары просто уже гиперагрессивны Это галера отправится исследовать территорию Слушайте, тут еще конница В общем, надо всех лечить, чинить И, наверное, отступить... Так, я вот думаю, не сможет ли... Не сможет ли вот эта лошадка сюда... Ну, нет-нет-нет, я думаю, все нормально будет Так, что у нас здесь? С Братиславой мы больше не дружим Зато мы дружим с Мамбасой Мамбаса Ну, как бы... Мэри Тайм это не очень Братислава Ну, да, у меня, конечно, есть немножко денег Но, наверное, я их потрачу другим способом Хотя... 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 Может быть... Нет-нет-нет, я думаю, что она того не стоит Если бы у них был квест, например, да, на деньги Наверное, это было бы лучше Так, Бразилия Бразилия Так, кстати говоря, нашел ли я всех уже? Ребят Раз, два, три, четыре, пять, шесть Раз, два, три, четыре, пять, шесть Кто-то еще один остался, правильно? Да Варвары супер агрессивно меня тут прессуют Злые ребята Я все буду проверять Здесь Китай Сделали civil service А здесь... Ну, да, ферму, ферму Да, и тут, конечно, отступить Да, наверное... Наверное, вообще стоило отступить в город Да, я лучника, правда, этого немножко подставляю, получается Да, вообще стоило, на самом деле, отступить лучником вообще назад А вот этим товарищам войти в город Да, это имело смысл Ну, ладно И мой поселение... О, этот самый, конечно, не поселенец А Скаут продолжает исследовать территорию Так Еще один остров я тут обнаружил Этот товарищ... Ладно, я пока его... Надо его пока усыпить на время Ага Китай объявил войну Египту Хм... Это интересно Это очень интересно, на самом деле Так, что у нас тут? Рабочий... Рабочего нужно спрятать Так Этого товарища, наверное, тоже надо спрятать Так, пошел еще один город-государство Так, теперь я хочу, да, вот сюда Интересно, как тут китайцы будут действовать Ну, посмотрим, насколько эта война действительно будет такой большой, агрессивной Ну, собственно говоря, пусть они там воюют Как я уже говорил, я никогда не против войны Компьютерных оппонентов Потому что это их ослабляет Это правильно, это здорово Так, он разграбит вот этот вот, разграбит мрамор, да С этим я ничего не могу поделать Вот этот товарищ... Ну, да-да-да, тут серьезные силы варварские, поэтому приходится Так, это готово И нужно быстро лечить, чинить снова новые, другие тайлы Потому что сейчас... Да, кстати, я был неправ, надо было Да Да, я думаю, что так будет лучше Потом я, когда все починю Я все, наверное, переставлю Да, пожалуй Надо было сразу переставить, когда он их разграбил Так, серебро Да, это мы продолжаем торговать с Китаем У меня сейчас неплохой доход, плюс 34 вход Это очень здорово Это очень неплохо Так, ну, здесь понятно Собственно говоря, то, что они тут все у меня грабят Это, в принципе, было понятно, ожидаемо Думаю, что я перекрою ему там дорогу Чтобы он не смог дальше грабить мои тайлы Здесь чуть-чуть подожду Ау, вау Я был тут немножко неправ, наверное Ну, ладно, я думаю, что этого скаута я спасу Ну, как бы, он, конечно Он уже выполнил свою цель, на самом деле Но, в принципе Я надеюсь, что... Не, ну, в этот ход он не должен умереть Потом я уйду отсюда и продолжу Исследовать территорию Продолжаем Так, что у меня с... С галерой Так, тут, в принципе С Египтом А, да-да-да-да, у меня уже есть У меня уже есть открытые границы Все нормально Поэтому я дальше проклыву Заодно могу последить за ходом этой войны Посмотрим, как компьютер будет себя вести Вот в такой вот морской войне О! Слушайте Я не могу устоять Я не знаю, почему Я, честно говоря, не понимаю, почему они ушли из этого поселения Я, честно говоря, по-моему, первый раз вижу Чтобы варвары ушли из поселения В тот момент, когда рядом с ними кто-то находится Ну, ладно Окей 25 золота И я при этом еще могу сбежать отсюда Да Отлично Так, вот эти вот злые ребята Ммм... Да, наверное, мне нужно отступить Ммм... Да, я, пожалуй, отступлю Потому что уж больно они агрессивные Так, тут все нужно лечить Чинить Лучник Я думаю, что оставлю в городе Для какой-то элементарной защиты Рабочий пока тоже, конечно, здесь Пока тут эти ребята Этот лечится Ммм... Кстати, кстати, кстати Ну да, здесь все нормально Здесь строится поселенец Но... Этот тайл дает Одну единицу производства Так что нормально Через 9 ходов Это последний поселенец Нужно будет следить за счастьем Но сейчас у меня счастье упало Из-за мрамора Плюс Есть... Ни у кого ресурсов больше нет К сожалению На которых я могу поменяться Но... В общем... Пока Счастье это только ресурсы Так Ладно Можно было уже, конечно, бы Галеру мою расформировать Тут немножко жалко На самом деле Потому что, в принципе, я за нее Плачу не так много А, конечно Галера полезная Так Ну, этот разграбит Наверное, еще один ресурс Так Здесь И следуем дальше Ага Смотрите-ка Китай захватит Египетский город, похоже Да Похоже на то Ах Не добил Ладно Рабочий может еще подлечиться Этот тоже может подлечиться Да, понятно Ладно Сейчас всех вылечим И... Собственно, там я уже все исследовал Так Гелиополис Стремительно теряет здоровье Будем следить за развитием событий Так, что у нас тут Лучник Может добить Наконец-то этого Злого варвара И теперь у нас Выросла столица В столице делается торговый корабль Это хорошо Затем stoneworks Да, я думаю, что мне нужен Для того, чтобы получить Как минимум единицу счастья Это тоже неплохо Так Маяк пока не нужен Что у нас с религиями? Ага, ну, все С религиями Все печально Потому что я не успел Религию основать К сожалению Ну, собственно говоря Это, в принципе, было ожидаемо Так, производство Бараки нам нужны будут В итоге Нам все нужно На самом деле Тут Сложно так сказать Все нужно Так, производство здесь Цирк Цирк Пригодится Потом для счастья Но пока, наверное, немного Это не актуально Так Еще юниты Пока не нужны Так 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 Думаю, что мельница Пригодится Да Что у нас здесь С Тайлами Да Пока так А затем Нужно будет Рабочим Доделать таки ферму Воина сюда Всех лечить Обрабатываем тайл И Восстанавливаемся От варварского нападения Что у нас тут Тут у нас Я уже практически Да, я уже доплыл Практически до датчан Так Ну, это нормально 12 ходов Ну, немного медленно Но здесь, когда будет Побольше ферм Город будет расти быстрее Конечно же Продолжаем Открытые границы Нет, пока Мне не нужны Мне интересно То есть, собственно Открытые границы Должны служить Каким-то определенным целям Просто так Их давать Так А здесь я уперся Здесь прохода нет Гелиополис Все еще держится Тут наверняка Куча китайских кораблей Но я плыву Наверное дальше Так Рабочий Доделывает ферму Этого лечим Этого лечим А этот товарищ Может пока разведать Ой-ой-ой Так Хм Надо бежать А-а-а Я-я-я-я-я Что же я сделал Я не прав Он же вот сейчас обстреляет А-а-а Как все печально-то Наверное Но тут не было Хороших вариантов Оставаться на месте Было нельзя Бежать можно было Только вот В эту сторону Если сюда Он бы меня тоже обстрелял Ну ладно Посмотрим Ну если Скаут умрет Собственно умрет и умрет Как бы С этим ничего не поделается Да, он его обстрелял Скаут не умер Отлично А моя галера продолжает Так Тут все супер Вот этого товарища Нужно отвезти обратно И Исследуем Оставшиеся острова Так Торговый корабль Еще один Отлично Я могу его отправить Давайте проверим Ну наверняка Это лучше торговый путь Братислава Ага вот Ну да Да, Шанхай Да, это неплохо Это мне дает Вообще Отличный заработок Просто великолепный На данном этапе 46 золота Вход Это очень много Мне это нравится И кроме того Это мне дает возможность Его как-то использовать Хорошим вариантом будет Заплатить городу-государству Например Братиславе Хм Стоит оно того 45 Да Я думаю Что оно того стоит У меня отличный Прираз золото Сейчас на юниту Я золото не трачу В какой-то момент Возможно Я этим займусь Но пока рановато И это мне даст Союзника Это мне даст Рост культуры Очень серьезный Это мне даст Ресурс Счастье Да Думаю Что это оправдан 66 Нормально И потом Я может быть Им еще доплачу Это хороший вариант Собственно говоря Копить золото Просто так Это не Ну Не очень эффективно Поэтому лучше его потратить Да Что у нас С этим товарищем Да Я думаю Что надо его подлечить Угу И тогда Он дальше Продолжит исследовать территорию Как и моя галера Собственно говоря Карта Стандартная Имеется ввиду Размер стандартный И при этом Что важно Что исследовать Континент Панге Не всегда Просто Потому что там В начале Особенно открытые границы Да Там нужно получать Здесь немножко попроще То есть тоже Нужны часто открытые границы Но в целом По воде Конечно же Быстрее это получается Как мне кажется Ну Это уже Такие детали Да Так Вот этот вот товарищ Будет лечиться А этот Будет чинить тайлы И возможно Металл этот Мне нужно будет продать Так Сейчас этих я вылечу Что у нас тут У нас тут Скоро у меня будет образование После образования Я буду уходить уже В морские технологии Что у нас Вот с этим Вот товарищем Которого я оставил Здесь Китай Что по поводу Открытых границ Китай до сих пор Не сделал открытые границы В смысле Цивил сервис Но скоро он у меня У меня уже будет Не хочется Опять таки Я говорю Терять галерку То есть можно Расформировать Но Это имеет смысл Для экономии денег А сейчас вроде денег полно Итак Покателло Вступил в эру Ренессанса Что можно сказать По этому поводу Он меня конечно Серьезно опережает То есть я еще В средневековой Терре Еле-еле Да Он уже вот здесь Да Это серьезно Что у нас По демографиям Да Да Нужно как-то догонять Ну Собственно говоря Конечно У меня уже столица 16 16 16 это много У меня 8 То есть Ну Это компьютер На Уровне сложности Божество Что я хотел Я хотел шпиона Куда бы его отправить Бразилия Да Наверное Почему нет С Бразилией Я не собираюсь Как-то сильно Сотрудничать То есть Она тут в стороне Хотя Она довольно близко От меня Стоит ли Отправлять Бразилию Ну Да Да Я думаю Что Ничего страшного Не будет Так Мне нужен Мне нужно Сопровождение Вот этого Сеттлера Мне нужно Сопроводить Вот этого Сеттлера Для этого Наверное Стоит Взять Воина Да Похоже Что уничтожение Варваров Опять откладывается Не хочу я Естественно Его отправлять Ну вы понимаете В одиночку С учетом Количества Варваров Вокруг Это может быть Очень опасно Поэтому Сеттлер Идет туда Еще одно Варварское поселение Много островов Отдельных Ну в общем Такая карта Логично Так И теперь И теперь Мы делаем Да Думаю Что Это нормально Да Да Это хорошо Теперь В этом городе Слушайте Счастье Счастье Думаю Что Может быть Пока не здесь Да Нам нужна Будет лодка Для того Чтобы обработать Вот этот Тайл Обязательно Да Шашоны Конечно Вырываются Вперед По науке Очень серьезно И они Довольно Далеко Получаются То есть Видите Они несколько Изолированы От остальных То есть Если например Китайская Египетская Война Уже случилась Из-за того Что здесь У них Граница Очень близко То Конечно С Шашонами Сложнее Они в углу И В общем Это будет Непросто По крайней мере Разобраться С ними У них есть Ну так Довольно Неплохое Преимущество Еще одна Технология И Отправляемся В плавание Вау Так Стоит ли мне Стоит ли мне вообще Отойти Рабочие Доделывают Ферму Ладно Теперь Я могу Сделать Вот так Чтобы город Хоть как-то Рос И Зря Я это сделал Следующим Хм Грустная Тут немножко Ситуация Довольно Опасная То есть Вот эта Лошадка У меня До сих пор Нет Констракшн Да Наверное Сделаю Констракшн А потом Потому что Чтобы Проапгрейдить Своих Лучников Потому что Сейчас уже Лучники Довольно Слабы Как вы видите Даже Варвар Очень активно Пинает С этим Ну как бы Ничего в данной Ситуации Не сделать И Наверное Я Буду Внимательно Смотреть Что там Будет Следующим Ходом Так Что у нас С лучником Вот с этим Вау Я чуть не потерял Лучника Да Это было бы Неприятно Так Надо отступать Надо отступать Рабочим Надо отступать Лучником Всем Бежать Прятаться Да Варвары Конечно До сих пор Я С ними Не разобрался Ну ладно Я думаю Что решим Этот вопрос Постепенно Ага И так Хорошо Город Вырос Еще один Хипариджес Будет расти Ну Я думаю Что он будет Расти Довольно Неплохо Да Да Потому что Вот эти Тайлы Теперь Вполне Достойные Плюс Здесь Есть Маяк Да Да Маяк Это Очень Хорошо Для такого Города Это Очень Большой Буст К развитию Так Последнего Поселенца Сюда И сейчас Нужно Прятаться В городской Черте Следующим Ходом Я Проапгрейд Этого Лучника Нужно Чтоб Он Еще Выжил Потому что Эта Лошадка Очень Неприятная Скорее Все он Разграбит Да Окей Не успеваю Тайлы Чинить Так Апгрейд Нужен Да Я теряю Влияние На Бородиславу Но я его Получу Снова Я им Заплачу Да Этот Лучник Ну Снова я теряю Тайл Ничего Ничего страшного Так Плывем Сюда Вот Сюда Именно Да Все нормально Хороший Приток Золота Золото Потратим На Бородиславу Через Какое-то Время А пока Разбираемся Тальше С развитием С варварами Итак Шелк Который Я обработал В идеале Я бы его Поменял На какой-нибудь Еще ресурс Если бы он У кого-нибудь Был Что у нас С ресурсами Ни у кого Ничего нет Это печально То есть Ну наверное Я поменяю его На деньги Шелк По-моему 240 240 Да Я правильно Помню Да Хорошо Так Социальная политика Сейчас об этом Подумаем Что у нас тут Тут Дурдом Ага И А тут Все нормально Теперь Обработаем Следующий Тайл Так А Чуть было Рабочего Туда не отправил Кстати говоря Отправить Рабочего К новому Городу Да Это имеет Смысл Это важно Это так Выздоровел Мой Скаут Продолжает Исследовать Территорию Рабочий Тут Надеюсь Следующим Ходом Я все таки Снесу Этого Товарища Ага Здесь тоже Варвары Да Вот то чего Я боялся Ну то есть Поселенцы Кстати говоря Когда я его Выгружал Вот на этот Тайл Я очень сильно Рисковал Я сейчас Понимаю Что это была Ошибка На самом деле То есть Стоило здесь Быть какому Варвару Я бы потерял Поселенцы Да Неприятная Ошибка А теперь Очень важный Вопрос Какую Социальную Политику Принимать Значит В прошлый раз Я принимал Второй Патронаж Эксплорейшн Эта ситуация Это очень Хорошая Политика Что она Мне даст Движение Морских Юнитов Это важно Потому что Дальше Я буду Воевать Довольно Много Воевать Буду На море И Это уже Большой Бонус Плюс Три Производства Во всех Городах Которые Являются Прибрежными И Естественно Что все Мои города Будут Являться Прибрежными Соответственно Это тоже Большой Бонус Я могу Если У меня Будет Лишняя Культура Могу Получить Одну Единицу Счастья За каждый Порт У меня Будет В каждом Городе Порт И В каждом Городе Маяк Вот это Уже Все Менее Полезно И Скорее Всего Дальше Я уже Не буду Это Все Открывать Но В целом Думаю Что Exploration Будет Мне полезен Пока Я его Сейчас Открыл Наверное Это Не Супер Важно То Один Одна Единица Грубо Говорю На Китай Я удивляюсь Что Китай Немножко Похоже Отстает В развитии Да Похоже На то Потому что У них Нету Еще Технологии Нужны Странно Так Хорошо Ладно Социальными Политиками Определились С Наукой Срочно Нужны Education Нужны Университеты Обязательные Дальше Астрономия И Компас И Навигейшн Когда у меня Будет Навигейшн Я уже Должен К этому Моменту Как-то Подумать О тайминге По фрегатам То есть Мне нужны Будут Несколько Фрегатов Обязательно И Фрегаты Мне Конечно Дадут Серьезные Уже Настоящие Возможности Для военных Действий Так Братислава Кстати Говоря Хочет Мы с ними Уже Не союзники И она Хочет Торговый Путь Возможно Это имеет Смысл Я им Конечно Могу Дать Просто 500 Золота Это тоже Неплохой Вариант На самом Да Это Неплохой Вариант Так Рабочий Сюда Так Так И Вот Я Снова Наверное Последний Свой Город То есть Больше Мне Города Уже Ну То есть Не то что Они Не нужны Но Как бы Это уже Скорее всего Остальные Города Я буду Я буду Просто Захватывать Так Так Хорошо Ладно Продолжаем Исследовать Территорию Уже Скоро Я буду Наверное Практически Практически Весь мир Я исследую Уже Довольно Скоро Утика Выросла Это Хорошо Так Это Нормально А Вот Отличный Тайл Отличный Да Это Очень Нужно Хорошо Надо Будет Обработать Обязательно Потом Рабочий Рабочий Чертов Чертова Лошадь А Ладно Подождем Сейчас Разграбит Еще Этот Тайл Ой Ну Как бы Что поделать Такие Вот Варвары Мерзкие Да У меня Из-за Этого Стало Ноль Счастья Слушайте Смотрите Сколько Тут Варварских Галер От Ререма Галера Кстати Надо Убегать Отсюда Это Так Это Сюда И Следуем Территорию Так Наконец-то Я могу Его добить Могу Правда Ведь могу Да Отлично И Срочно Лечить Чинить Мой Тайл Потому Что Конечно В общем С этим Проблема С тем Что Город Нормальный Сейчас Не Развивается Из-за Всех Вот Этих Грабежей Так Ну А здесь Все будет Я думаю Неплохо Да Так У меня Через 4 хода Будет Север Неужели У меня Будет Быстрее Чем У Китайцев Это Странно На самом Деле Я Ожидал Что Они Гораздо Быстрее Будут Развиваться Так Отсюда Я просто Буду Бегать Нету Смысла Сейчас Мне С Варварами Тут Бодаться Ага Какой-то Город Государства Так И у меня Минус Одно Счастье Так Что я могу С этим Сделать У меня Сейчас Да Я могу Я могу Заплатить Братиславе Да Да Это решает Мои проблемы Со счастьем На этот Момент Времени Хорошо Тут Я думаю Что я Немножко Пободаюсь С варваром Потом Полечу Товарища И Будет Все Окей Так Лучник Получает Апгрейд Хорошо И Лечится Главное Чтобы Эти Варвары Не разграбили Мои Торговые Пути Мне Бы Прикодилась Моя Галера Китайцы О Какие же Они Медленные Ну С одной Стренд Конечно Неплохо Угу Ой Ой Как все Ладно Пока так Город Вырос Рабочая Лодка Да Но только Если я ее сейчас Сделаю То ее Разграбят Варвары Ну Ладно Что делать Пока так Думаю Что я с ними Справлюсь Город У меня Довольно Неплохо Стреляет За счет В том числе И того Что я принял Традицию И получил Бонус Да Это Панама Я ее уже Конечно Встретил Ванкувер Тоже Так В этом городе Что нам Нужно Надо подумать Колизей Да Да В любом случае Он мне нужен Будет на будущее Обязательно Колизей Бараки Да Тоже Тоже Нужно Что здесь Обратно И лечиться Снова Варвары Сколько Их тут А Поехали Апгрейдим Ресурс А Здесь Да Это хорошо Что дальше Все Замечательно В общем Все довольно Неплохо Я конечно По прежнему Очень серьезно Отстаю От Компьютерных Моих оппонентов Ну Как бы Понятно Потому что Все таки 18 18 уровень То есть Город 18 размера 17 размера У шашонов И естественно Что у них Уже очень серьезное развитие Если они уже вступили В эру ренессанса Они уже где-то здесь Я серьезно Отстаю Но Быстрее Не знаю Мог ли я развиваться В данной ситуации Думаю Что С шашонами Но в какой-то момент Я вынужден Буду с ними сразиться Посмотрим Пока Конечно Я просто Жду Развиваюсь Скоро У меня будет Ну Относительно Скоро Относительно Скоро У меня будет Образование После Образования Мне нужна Будет Астрономия Так Нет Правильно Вот так Мы развиваемся Да Кстати Вот такой момент Рио-де-Жанейро Через 10 ходов Я что-то украду Но В любом случае Как минимум Я смогу что-то получить Здесь В идеале Я бы получил Компас Кстати говоря Вопрос Вот сейчас Рио-де-Жанейро Надо проверить Кое-что У них Нет Ага У них есть Порт Это значит Это значит Что в Рио-де-Жанейро У бразильцев Уже есть Компас Это значит Что компас Я у них Украду Да Это хороший вариант Я получу Гражданскую службу Получу образование Затем украду Компас И пойду К астрономии Такой план На развитие Я поставил Довольно неплохой Я считаю Город Который мне даст Много бонусов И плюшек И вот С этими четырьмя городами Я планирую дальше Уже Развиваться На этом на сегодня все И спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok